Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы, когда я сплю вас с ней и царапаю левую сторону, левую сторону около глаза, учу второй раз. Но я чувствую щель, жжение на лице, но не поддаю, но не поддаю, но не поддаю значения, как контролировать себя. Также боюсь, что лицо сдернулось кожей, мне просто страшно стало, впервые с этим сталкиваюсь. Хоть и ногтей нет, я их спиливаю пилочкой, но всё же не пойму, что со мной. Но очень похоже на агрессию, в данном случае. Вот, очень сильно это похоже на агрессию, очень сильно похоже на то, что вы сдерживаете в себе агрессию. Агрессию, вот, и соответственно во сне она проявляется вот таким образом. То есть вам нужно смотреть в сторону замечания и выращения своей волосы. Вот. Я бы так, наверное, я бы так, наверное, сказал бы. Ну вот, в первую очередь, то есть я бы на это, на это, на это бы для начала обратил бы ваше внимание, конечно. На мой взгляд, это очень важный момент, потому что, ну, агрессию подавлять довольно вредно, особенно если она возникает, вот, как бы, ну, в нашей жизни, а если она возникает в ответ на какие-то события, вот, а вы себе запрещаете, так, это и, соответственно, это выливается вот в виде, значит, такой, получается, ну, в виде аутоагрессии, вот. То есть как бы, то есть в виде аутоагрессии, которая нацелена уже на вас, непосредственно, непосредственно, вот. Вот, скажем, вот по слову, что какая-то такая история, вот здесь я бы так мог вам ответить и мог бы дать, наверное, вам такую обратную связь с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии, конечно же. Вот, значит, что, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, вам, конечно, требуется психотерапия для того, чтобы разобраться с этим и научиться конструктивно-конструктивно обращаться с этим чувством. Но, да, необходим врач. Обратная связь по моему ответу позволит вам сформулировать базовые посылаты для психотерапии. Вот там его, ты вот там его доброго. Вот там его доброго.